Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Зюзя, персонаж из мифологии Дед Мороз Хипстер или Тамада Альбинос, разберемся через несколько минут. Чем угощают на самой модной рождественской ярмарке в столице, проверила и побывала наш корреспондент. Кто на что учился? Дед Мороз как профессия? Сколько семей он успевает поздравить за один вечер? И как не допустить профессионального выгорания, если твоя работа это день сурка? Расскажут наши гости в студии. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Если есть в мире люди, которые по праву должны называть себя новогодними волшебниками, так это те, кто создает то самое праздничное настроение для особо нуждающихся и одиноких. Именно с ними мы познакомим вас прямо сейчас, потому что в нашей студии Павел Дурович, его сын Леонид и Юлия Батиновская. Павел – волонтер и многодетный отец. Готов в Деда Мороза и в Зюзю, да хоть в Бабу-Ягу нарядиться для того, чтобы создать малышам праздник. Леонид – юный волонтер. Берет добрый пример с отца и вместо того, чтобы отдыхать на каникулах, поздравляет маленьких детей с наступающим Новым годом. Юлия – самая яркая снегурочка на любом детском празднике. Считает, что ее персонаж не только дарит новогоднее настроение, но и вселяет веру в сказку, в сердца маленьких белорусов. Я обращусь к вам. Павел, Леонид, добрый день. У вас прямо династия волонтеров получается. Вы создаете новогодний праздник для особо нуждающихся. Расскажите, как вы пришли к этому, к волонтерству, к празднику? Юлия – добрый день. Все очень просто. Мы просто начали делать добрые дела. Нам это понравилось. Мы увидели, что людям это нравится. Вот так вот и пошло. Юлия – вы за кадром рассказали о том, что вы многодетный папа. Юлия – да, я многодетный отец, у меня пятеро детей, жена. Юлия – может, вот эта потребность в заботе над нуждающимся вас как-то подтолкнула к волонтерству? Юлия – меня подтолкнуло к волонтерству то, что увидел я, что мои дети, когда подросли, они тоже начали тянуться, делать добрые дела. Поэтому я как-то начал активнее себя проявлять, потому что они тянулись за мной и везде участвовали. И это мне очень понравилось и затянуло, втянуло. Юлия – получается, волонтерство даже сплочает вашу семью, вашу личную семью. Юлия – да, в первую очередь моя семья, мои дети, воспитание их. Конечно, я их не могу оставить дома и пойти волонтерить. А так как им это интересно, и они двигаются за мной, поэтому я иду всегда вперед. Юлия – вот так, друзья, добрые дела всегда скрепляют. Юлия – расскажи свою историю, почему ты решил папе тоже помогать? Почему я решил помогать? Папа водил меня на разные мероприятия, и мне понравилось. Затянуло в этот процесс. В общем, тебе тоже понравилось больше проводить времени с папой и делать такие добрые дела для нуждающихся детей. Прекрасно. Юлия, а вы, я знаю, в роли Снегурочки обычно выступаете, поздравляете детей. Расскажите вашу историю. Моя история более, наверное, длинная и долгая, как я пришла вообще к волонтерству и к праздникам, которые мы организовываем. Ну, для начала хочу рассказать, что мы являемся все волонтерами учреждения Киндервита. Да, это учреждение, которое помогает именно деткам с онкологическими заболеваниями. Курируем мы именно областной наш центр, да, Боровляны онкологические. И как бы про онкологию никогда не задумывалось. Мне казалось, что это где-то там далеко, но меня это вообще никогда не коснется. Это где-то вот с кем-то происходит, но только не рядом. Пока в октябре 2020 года одноклассницы моего сына не поставили страшный диагноз – лейкоз. Вот, и ей необходима была трансплантация костного мозга. Родители и близкие родственники не подошли по совместимости, поэтому пришлось искать донора. Где-то знакомых и даже в классе. Да, где-то знакомых в классе, то есть в нашей белорусской базе доноров не оказалось подходящего. И мы начали агитировать. Сами поехали сдавали кровь на типирование ДНК. Начали просить знакомых в соцсетях распространять информацию. И, скажем, это был, наверное, первый толчок, да, который, какой-то звоночек, да, что пришло ко мне осознание, что онкология где-то рядом и где-то близко. Ну, я думаю, что у каждого волонтера есть своя сложная история прихода в это дело. Но что вас мотивирует, что вот вас вдохновляет? Какая-то вера в сказку, вера в чудо. У нас сегодня почти предновогодний выпуск. Вот расскажите, что именно вам помогает верить в чудо? Что дает вам силы, чтобы делать такие важные вещи? Наверное, это счастливые глаза тех детей, которых ты видишь, да. Счастливые глаза и благодарность родителей, которым тоже очень нелегко, да, приходится. Потому что, ну, в онкологическом центре находятся некоторые годами просто живут. И в четырех стенах, да, когда ты видишь только больничные стены, очень хочется порадовать этих детей хоть чем-то, чтобы они хотя бы на какой-то короткий промежуток времени, да, почувствовали себя обычными детьми, в обычной обстановке. Хочется подарить просто радость и счастье. И когда видишь просто эти глаза, то... Все рассыпается в сказке, действительно. Павел, насколько мы знаем, у нас в стране есть какие-то трудности с Дедом Морозом? Их очень мало? Ну, к сожалению, да. У нас родители, как сказать, отцы, это сейчас редкость. И поэтому наши детские сады сталкиваются с такой проблемой, сыграть утренник у своего ребенка Деда Мороза найти. Отцы не хотят идти, у кого-то нет отцов. У нас 50% живут без отцов детей, к сожалению. Поэтому такая проблема возникает каждый год. Да, это действительно проблема, да. И женщина, которая преподает физкультуру, одевая костюм Деда Мороза, идет туда. Но мы в этом году собрали свою группу. В этом году мы придумали шаг... Такой план придумали. Значит, мы готовили к мероприятию в онкоцентре, к флешмобу Деда Мороза. Мы кинули клич везде и собрали очень много Деда Мороза, мужчин, которые неравнодушны, пришли, поздравили детей, подарили им море эмоции. Также параллельно из этого флешмоба Деда Мороза я предложил мужчинам помочь детскому саду. И вот мужчины из движения отцы откликнулись, пришли и сыграли 6 утренников из 12. То есть 50% Деда Мороза закрыли мужчинам. Это очень здорово. Насколько я знаю, вы свой костюм Деда Мороза, самый первый, никуда не выбрасываете. Почему? Почему он вам так дорог? Ну, когда-то вот Леонид появился в семье в нашей, и я решил, что Новый год скоро будет, и надо как-то поздравлять детей. Я приобрел себе костюм Деда Мороза, вот у меня 13 лет уже, костюм Деда Мороза. И вы знаете, он каждую зиму понадобился мне, я давал своим друзьям, они поздравляли детей. Я ходил на утренники, в детские сады, в школу играл. Вот в онкоцентре на флешмобе два года подряд принимаю участие в этом костюме. Поэтому костюм это для многодетных родителей, да не только для многодетных родителей, для любых родителей костюм Деда Мороза это круто. Да. Леночка, а что для тебя вот есть волонтерство? Что твое самое любимое? Ведь сложно, там в онкоцентрах и твои ровесники иногда лежат. Что для тебя самое любимое? Подарить им вот надежду того, что кто-то есть рядом, кто-то помогает им, думает о их, что они не одни. И что могут быть друзья такого же года, и все они рядом, такого же года рождения я имею в виду, да? И твои сверстники тоже там. Очень здорово. Может, ты кого-то из друзей себе нашел в волонтерстве, в этих центрах? Да, у меня появился друг Илья. У него когда-то тоже были проблемы, но он переборол их. Ну, чем не предновогоднее чудо, когда ребенок сможет перебороть такую страшную болезнь на самом деле? Друзья, я напомню вам, что у нас есть прекрасный телеграм-чат, в котором вы можете зайти по QR-коду в правом нижнем углу экрана. Здесь мы у вас спросили, верите ли вы в предновогоднее чудо, помните ли вы, как вы встретили Деда Мороза в первый раз в детстве, и знаете ли вы, самый сложный вопрос, на мой взгляд, кто такой белорусский Зюзя? Но самое интересное, что наши зрители, да, действительно знают, кто он. Почти все ответили правильно. Это наше мифологическое существо, которое у нас обитает в Беларуси, но считается на самом деле и славянским. Понятно, что все это сказки, чудо, любовь, добро, это все прекрасно. На самом деле, оказывается, что детективные истории с участием Деда Мороза тоже есть. Давайте узнаем. КОСТЮМ ДЕДА МОРОЗА После стандартной программы с очтением стихотворения и вручением подарка, дорогого гостя обычно приглашали за стол. В этот момент Дед Мороз доверительно сообщал хозяевам, что у него припасены подарки и для взрослых, и угощал их напитком. Вскоре жертвы ограбления засыпали от подмешанного в напиток снотворного. Ребенку Дед Мороз вкратчиво говорил, что его родители устали и немного поспят. Затем он предлагал малышу сыграть в прятки. Пока ребенок прятался, преступник забирал деньги с драгоценностями и покидал квартиру. Самое неприятное состояло в том, что милиция никак не могла добиться от потерпевших описания внешности преступников. Все жертвы описывали классического Деда Мороза, каких огромное количество ходило по предпраздничному городу. Проанализировав адреса ограбленных людей, сыщики без труда установили, что все дети ограбленных родителей ходили в один и тот же детский сад. Самое невероятное, что грабители попались на собственной щедрости. Идя на очередное дело, главарь шайки встретил на улице грустного малыша. Расстрогавшись, преступник в костюме Деда Мороза подарил ребенку дорогую железную дорогу. Просто так. Мальчик радостный побежал домой, однако родители, удивленные столь щедрым подарком незнакомого мужчины, позвонили в милицию. Оперативники тут же ринулись прочесывать квартиры в близлежащих домах, и чутье их не подвело. Кстати, главарь банды до начала криминальной карьеры действительно учился в Горьковском театральном училище и подавал большие надежды. За свои художества в костюме Деда Мороза он получил пять лет тюрьмы. Вот такой вот новогодний детектив желаем вам встречать только добрых и настоящих Дедов Морозов. Вот так получается, что иногда даже на такой добрый посыл некоторые хотят на нем каким-то образом нажиться. А вы в таком когда-нибудь, ну не участвовали, но видели такое? Были ли свидетелями того, как, например, за волонтеров люди себя выдавали совершенно не имеющие к тому отношения? Да, были. Очень много было случаев, когда даже были сборы на лечение детям, да, и мы знали, что эти сборы закрыты, либо детки стали ангелочками, да. А видели потом, что в соцсетях продолжается сбор этим же детям. Поэтому были, к сожалению, есть. Поэтому многие люди не доверяют, когда просишь о помощи, они считают, что это все неправда. А как, а на что обращать внимание, чтобы не стать обманутым? Обязательно на документы учредительные проверять. Обязательно должна быть страница открыта, да, чтобы могли какие-то писать комментарии. Потому что очень часто сейчас в Инстаграме просто взламывают страницы даже... Волонтерских групп? Даже не только волонтерских групп, даже просто обычных людей, где пишут, что там родственник какой-то попал в аварию, там, помогите мне перечислить там деньги на такую-то карточку, срочно нужна операция там маме или еще кому-то. Поэтому в первую очередь надо проверять, обязательно должно быть наличие документов с печатями, с подписями, то есть именно выданных нормальными учреждениями. Да, не попасться на мошенников – это сложная ситуация для тех, кто хочет пожертвовать свои средства. А вот в чем самая большая сложность с вашей стороны для волонтера? Сложности нету, мы берем и делаем. Наша сложность, ну, бывает, накатывает много очень дел, особенно вот сейчас декабрь месяц – это самый тяжелый месяц, потому что очень много скапливается дел. Плюс у тебя домашние дела, рабочие дела, и тут еще волонтерство. И просто бывает такой грань, вот, если вот еще чуть-чуть, и кажется, все бросишь. Выгорание такое существует. Чтобы его не произошло, надо об этом помнить, настраивать себя. Мне, например, вот помогает, когда куча проблем, мне помогает, я закрываю глаза и вспоминаю лица детей из онкоцентра, которые улыбаются, смеются, радуются нашей помощи, нашему празднику. Вот это вот мне помогает. Мне кажется, вы такие мудрые слова сказали о том, что если ты делаешь свое любимое дело, то на самом деле все неудачи и невзгоды, они как-то уходят на второй план, и ты об этом стараешься не думать или снова вдохновляешься тем, что у тебя получается. Друзья, совсем скоро мы обсудим, как сделать самую классную зажигательную вечеринку для любой компании. Обсудим это сразу после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Далее в программе. Почему Зюзя босой и полагаются ли ему сани и летучие олени? Узнаем, что по этому поводу думают самые юные эксперты нашей программы. Как украсить свою комнату к празднику? В тренде «Безопасность» лайфхаками поделится Аня Гукиш. Что такое новогоднее чудо и за какие дела можно называть себя настоящими волшебниками? Расскажут наши герои в студии сразу после рекламы. Оставайтесь на «Беларусь-2». Друзья, конечно же, в канун Нового года всем нам хочется верить в чудо и прекрасную рождественскую сказку. Мы попросили вас в нашем телеграм-чате, в котором вы можете зайти, кстати, по QR-коду в правом нижнем углу экрана, рассказать нам, кто такой Зюзя. Это самый сложный вопрос, на мой взгляд. Но еще рассказать свои воспоминания о встрече с Дедушкой Морозом. И вот буквально до рекламы мы познакомились с настоящими волшебниками, которые дарят праздник и предновогоднюю сказку для нуждающихся детей, волонтеры. Ну а прямо сейчас мы познакомимся с гостей, который расскажет нам, как можно классную новогоднюю вечеринку организовать для большой или маленькой компании. Прямо сейчас с ней и познакомимся. Александра Никифорова у нас в студии. Александра, мама пятерых. Считает, что в любом возрасте можно и нужно верить в новогоднего волшебника. Вопрос в том, как преподнести историю о том, что такое сказка. Александра, здравствуйте. Расскажите нам, как устроить новогоднюю вечеринку для детей всех возрастов. Вы имеете в виду, это массово, либо это в семье. А вы расскажите и так, и так. Я так понимаю, вы квалифицированный или не квалифицированный специалист? Вы просто организовываете для своих детей вечеринки или прямо официально? Ну я организатор конкурса красоты среди многодетных женщин. Так. И плюс я многодетная мама, конечно, которая, когда много детей в семье, то ты всегда хочешь, чтобы детки были, ну это уже само понятие большое количество детей, это всегда весело, это всегда шумно в какой-то степени, поэтому вот этот вот шум, веселье нужно организовать и направить в нужное русло, так, чтобы это было действительно праздником, и чтобы это не было каким-то внешним раздражителем, а чтобы это было действительно во имя какого-то позитива. А ваши дети верят в Дедушку Мороза? Ну старшие дочки 16,5, конечно же, не верят, но она всегда рада все равно увидеть любого Дедушку Мороза даже на улице, все равно у нее сразу же взывает это всплеск эмоций, позитива. А 10-летний сын тоже, конечно же, уже знает, что Деда Мороза не существует, но тоже радуется всегда и говорит, мам, давай в этом году к нам придет Дедушка Мороз. А младший, конечно же, так, 7-летний, он уже догадывается, у него 50 на 50 пока не сложилось, 5-летний верит искренне, просто, а 8 месяцев малыш, он еще пока же в этом ничего не понимает, но я думаю, он словит настроение всех детей всегда, но главное, чтобы оно было позитивным. И организовать, конечно, вот если брать частный случай именно семью, и когда в семье один ребенок, сложнее всего организовать праздник, настроение. Почему? Ну, потому что просто, когда сидят взрослые, ради одного ребенка, ребенку хочется подвигаться, пообщаться с единомышленником, что ли, то, конечно, я бы рекомендовала объединяться с семьями, где есть еще дети, и вместе праздновать, и побыть немного дома, и дай бог дадут условия погодные, и бежать на улицу, домой погреться и опять на улицу. Да, петарда, все замечательно, но опять же, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности, чтобы детки не пострадали, чтобы деткам это было праздником, ничего не омрачило. А что касается многодетных семей, ну, это уже само понятие, много детей, это всегда весело, говорю, здорово, и моя задача только сугубо просто им немножко создать какие-то атрибуты. Помочь направить в правильное русло их энергию. Они вместе участвуют, нарядят елку, и ждут этого Деда Мороза, и подготовятся. Есть прекрасные традиции, которые сообъединяют всю семью в дружбе. Прекрасно. Леня, а ты веришь в Деда Мороза? Конечно. Молодец, я тоже верю, Леня, особенно в сказку. А ты знаешь, кто такой белорусский Дед Мороз? Как его зовут? Это... Зюля. Да, молодец, именно этот вопрос, друзья, мы задавали вам в нашем телеграм-канале, но я очень рада, что все наши зрители тоже об этом знают. Юлия, как вы считаете, ой, Александра, как вы считаете, важно ли верить в сказку? Хорошо, вот допустим, взрослые дети уже не верят в Дедушку Мороза, но в сказку-то они верят. Вы знаете, вообще каждому ребенку важно верить в сказки для того, чтобы предоставить какие-то трудности. С этой верой они идут в какой-то определенный отрезок жизни и справляются с трудностями, с которыми они сталкиваются, не готовы психологически самостоятельно прийти к какому-то заключению особенно. И вера в это чудо, это, конечно, очень здорово поддерживает, но потом, когда ребенок становится старше и уже он понимает, что-то где-то, тут это больше сказка, чем реальность, то нужно всегда говорить, что чудо существует, но причастны могут быть к этому чуду ты сам, имея какие-то навыки, умения и возможности, и вера в себя, вера в себя самое главное. И либо, если вдруг что-то тебе досталось, благодаря не твоему труду, но близким людям, но опять же это благодаря труду и умениям, стараниям тех людей, которые тебя окружают. То есть чудо, оно существует, но посредством собственных каких-то действий и действий людей, которые тебя окружают, дают тебе это чудо. Чтобы ребенок верил в себя, он равно чудо. Но вы знаете, почему Зюзя называют нашего Дедушку Мороза? И знаешь, это мифический персонаж, и Зюзя, что от слова холод, то, что холодно. Холодно, да. Но еще очень часто взрослые отвечают, что это какое-то существо, которое раньше все боялись. Так вот, почему все боялись это мифическое существо, узнаем прямо сейчас. Если вести в поисковике слово Зюзя, то можно выяснить, что это слово означает неуклюжий и нерасторопный человек. Но все белорусы знают, что вообще-то Зюзя – это бог зимы и персонаж белорусской мифологии, воплощения зимней стужи и всего зимнего периода – от калят до весеннего равноденствия. Раньше белорусы его представляли как толстого, низкорослого старика с белыми, как снег, длинными волосами и такой же длинной бородой. В белой шубе, но без шапки и на босую ногу. Говорят, что большую часть зимы он проводит в лесу. А вот с ходом зимы меняется как облик Зюзи, так и его характер. Если в декабре этот бог мог предстать перед человеком крепким мужчиной с белой бородой и светлыми волосами, то к февралю превращался в седого старика. Но сам Зюзи становился суровее и злее. А недавно этот загадочный персонаж занял первую строчку в рейтинге Дедов Морозов в СНГ. Да-да, резиденция Зюзи пользуется наибольшей популярностью у туристов из России и стран СНГ в последние годы. Кстати, в белорусской резиденции находится и скарбница для хранения ценных сокровищ, таких как письма от детей, их рисунки и подарки. На территории поместья есть волшебная мельница для превращения плохих поступков в пыль и песок, живая новогодняя елка высотой 40,5 метров, музей ледяного быта, поляна 12 месяцев, мастерская матушки зимы, аллея знаков восточного календаря, ну и самая популярная достопримечательность – хата Деда Мороза. Снегурочки в традиционном понимании у Зюзи нет, зато среди зимних духов в белорусской мифологии числится баба Бадзюля. Ее люди боялись больше всего. Бадзюля любила стоять на обочине, дожидаясь путников и прохожих. Причем в качестве жертвы выбирала людей состоятельных, увязывалась за ними, селилась в доме и начинала всячески вредить хозяевам. С помощью ее магической силы путники забывали свой дом и становились туристами. То есть начинали бодяться по планете. Зима – это не только снег и мороз. Это таинственное время, когда оживают самые древние предания и легенды, и когда даже современный человек ощущает бездействие необычных сил. Вам уже страшно? Не бойтесь, Зюзя в обиду не даст. Да, существует и очень положительный герой – Зюзя, Дедушка Мороз, Снегурочка. Но оказывается, даже в мифологии были отрицательные герои. Вот наша гостья Юля тоже играла совсем недавно, Баба-Ягу. Расскажите об этом опыте. Почему не Снегурочка, а почему Баба-Яга? Ну, Снегурочек было много желающих сыграть, как бы. А вы конкуренцию не любите. А я конкуренцию не люблю, да. И когда-то у сына в детском саду я играла роль Бабы-Яги, сшила себе костюм, и я говорю, а у меня вот есть костюм Бабы-Яги. Давайте вот, говорю, я буду отрицательным персонажем, буду там гадости какие-нибудь делать. И все поддержали. Поэтому вот я два года подряд на Новый год в онкологическом центре я именно эту роль исполняю Бабы-Яги. Самое интересное, что дети практически не боятся никто. То есть они Бабы-Яга, ну, только если совсем малыши, там, может быть, до года где-то что-то могут напугаться. Те, которые постарше, им прямо вообще в удовольствие. Это для них Бабы-Яга даже лучше, чем Снегурочка. Вот видите, как интересно получается. Сейчас уже ни дети, ни взрослые толком не верят. Ни в Бабу-Ягу, ни в Снегурочку, ни в Деда Мороза. Никто не пугается, никто какие-то эмоции не проявляет. А вот раньше, когда Зюзи существовал в нашей мифологии, наоборот, все не то, что верили. Верили постоянно, а еще и боялись. Так вот, как вы думаете, Павел, вот почему раньше боялись, а сейчас вообще не верят в Деда Мороза? Ну, времена меняются. Наверное, время меняется. Раньше в мячик все играли, сейчас в компьютер играют. Раньше в библиотеку ходили, книги читали. Сейчас, опять же, в соцсетях все находят. Поэтому, наверное, дети изучили, что это сказки, нашли картинки, увидели, как переодеваются. Может, у кого-то был опыт такой плохой. Оделся в Деда Мороза, пришел, а у него борода отвалилась. И все увидели, что это, ах, какой ты Дед Мороз. Так, ну это мнение Павла. Александр, а вы как думаете, почему раньше верили и в чудо, и в сказку, и боялись, и верили, а сейчас ни во что не верят? Да, конечно, информативность раньше была совершенно иного характера, и возможности технологические отсутствовали. Ну, и жили раньше, поселились больше возле лесов, да, каких-то вот таких вот местностей, где вероятность появления того же Зюзи была более вероятной, чем сейчас вот где-то вот в мегаполисе. Я думаю, что по простой вот такого вот рода причине. Да, в общем, технологии в нашем мире и чудеса творят, а иногда чудеса из наших сердец забирать. Но самое обидное, знаете, когда в предновогоднее настроение уже никак к нам не приходит. Например, у меня почему-то еще нет новогоднего настроения. Я надеюсь, дорогие друзья, что у вас есть. Я хочу прямо сейчас прочесть пару ваших комментариев. Нам рассказывают о том, кто такой Зюзи. Все прекрасные новогодние граффити нам отправляет Диана Копчик. Спасибо тебе большое. Мы всегда ждем твоих рисунков. Ну, расскажите мне, пожалуйста, о ваших эмоциях, когда вы видите Дедушку Мороза. Потому что пока что вы отвечаете только на один вопрос, а я жду и ваши эмоции. Возможно, вы мне поможете найти то самое новогоднее настроение. Но, знаете, я так подумала, новогоднее настроение можно еще найти, например, украсив комнату, чего я еще не сделала. Расскажите мне, кстати, украсили ли вы свою комнату. Ну, а вот как сделать это стильно, но безопасно, рассказала наш корреспондент Аня Гукиш. Давайте узнаем. Чтобы этот сон не стал реальностью, нужно убедиться в своей безопасности. И прежде чем праздновать Новый год, проверить ее. По статистике, в период празднования Нового года для работников экстренных служб наступает горячая пора. Но при большой загруженности скорая, пожарная и милиция далеко не всегда успевают помочь. И даже надежные стены родной квартиры не гарантия вашей безопасности. Можно бесконечно любить новогодний декор, но важно знать, как украсить комнату, не поставив жизнь под угрозу. При установке елки убедитесь, чтобы она была размещена на устойчивом основании, подальше от штор, занавесок и отопительных электрических приборов, а также ковровых покрытий. Для ее украшения не используйте вату, бумагу или свечи. Такие материалы легко воспламеняются и очень быстро горят. Не ставьте елку близко к шторам, это также небезопасно. Использовать гирлянды нужно в соответствии с инструкцией производителя одержать включенными не более трех часов. Перед уходом из дома или ко сну выключать. Перед использованием убедиться, что гирлянда заводского изготовления, проверить целостность проводов, изоляции и все ли лампочки горят. Использовать гирлянды с подобными дефектами запрещено. Гирлянды зачастую подключают через удлинитель, в котором уже работают другие бытовые приборы. В новогоднюю ночь, когда во всем доме включено большое количество техники, такой перегруз сети чреват последствиями. Поэтому для подключения световых приборов на зеленом дереве выберите единственную розетку. При использовании бенгальских огней следите за тем, чтобы искры не попадали на скатерть, шторы и электроприборы. Внимательно читайте инструкцию о правилах пользования пиротехникой, так как каждое изделие имеет свои особенности запуска и меры безопасности. Безопасные на первый взгляд бенгальские огни товар уж очень популярный. Стоят дешево, а значит, качество сырья не всегда идеально. Чтобы не навредить себе, следите за сроком годности на товаре и старайтесь поджигать огни только в открытом пространстве, к примеру, на улице. Помните, что только в ваших руках ваша безопасность. Эти правила должен знать каждый. И тогда Новый год принесет только позитивные эмоции и чудеса. Говорят, что хороший Дед Мороз для взрослых это ведущий корпоратива. Вот может ли такой ведущий заставить поверить в Деда Мороза всех взрослых на мероприятии, узнаем прямо сейчас у нашего гостя в студии Инна Адамовича у нас в гостях. Инна организовала множество новогодних праздников и массовых мероприятий. Знает, как и чем удивить даже самого пессимистичного зрителя. Инна, вы часто организовываете мероприятия. Расскажите, бывает ли такое, что на взрослые мероприятия люди хотят пригласить Дедушку Мороза? Кунуться в детство, так сказать. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, Наталья. Да, безусловно, поскольку Новый год это праздник особенный, безусловно, ни один праздник новогодний не обходится без символа Нового года, без Дедушки Мороза. Поэтому, как детские, так и взрослые мероприятия, безусловно, всегда требуют участия непосредственно в присутствии Дедушки Мороза. Ну и... И что, даже взрослые садятся на коленки, просят загадать желания, рассказывать стих тоже? Ну, не всегда такое бывает в наших мероприятиях. Как бы это особый формат и особая атмосфера. Но всякое бывает. Уверена, что на корпоративах проводятся разнообразные интересные развлекательные игры, где взрослые садятся и на коленки, водят хороводы друг за дружкой, вытанцовывают вовсю вместе с Дедушкой Морозой, поют песни, ну и так далее, и многое другое. Но вы рассказали о том, что на ваших праздниках всегда особая атмосфера. А какой был для вас самый запоминающийся праздник из всех, которые вы организовывали? Было такое? Вот любимый, который в душеньку запал? Ну, вы знаете, наверное, самым запоминающимся, самым ярким и самым знаковым праздником, который мы организовываем при непосредственном содействии Министерства культуры, это, безусловно, благотворительный новогодний праздник для детей в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» во дворце республики, то есть главная елка страны, куда съезжаются детки со всех регионов республики города Минска. И, безусловно, этого праздника ждут все-все дети. Вот, поэтому этот праздник мы всегда стараемся организовать и тщательно подойти к его подготовке заблаговременно. Специально организовывается организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия, куда входят руководители республиканских органов государственного управления, представители площадок Дворца республики, Дворца независимости и так далее. Вот, и подготовка ведется довольно продолжительное время, потому что мы хотим, чтобы праздник стал самым запоминающимся и ярким для детей, которые его посетят, чтобы он удивил и вдохновил и зарядил эмоциями на целый год до следующего Нового года. Главная ёлка страны это действительно такое масштабное мероприятие, а может быть, вы его организовываете прям целый год, или вот за сколько вы начинаете организовывать главную ёлку страны? Ну, организация этого мероприятия ведется как не менее, чем за полгода начинается организация, а то и действительно порою за год. Не успеем мы провести мероприятие, как тут же, буквально через месяц-другой, приступаем к подготовке очередного мероприятия. И что вот самое любимое для детей? Что вот они любят? Что ждут на ёлках? Может быть, интерактивы у вас, какие-то интересные конкурсы? Да, безусловно. Для того, чтобы увлечь детей, мы стараемся насытить каждое мероприятие различными развлекательными играми. Особо пользуются спросом среди детей и молодежи интеллектуально-познавательные игры, интерактивные игры, танцевальные баттлы, вокальные конкурсы, различные квесты, загадки, всякие переклички, переклички городов по именам и так далее. Ну и, безусловно, классическим развлечением в рамках этих мероприятий становится, конечно же, новогодний хороховод при участии различных сказочных персонажей и, безусловно, Дедушки Мороза и Снегурочки. Которые все так ждут. Символов Нового года, да. Да, конечно. Но, вы знаете, мне кажется, пообщавшись с нашими гостями, становится понятно, что Дедушкам Морозом быть очень даже ответственно. Но, оказывается, у этих ответственных ребят есть и свой юмор новогодний. Давайте узнаем о нем. С Новым годом! Я так полагаю! Счастья вам, здоровья! Вы нас напугали! С Новым годом! Эй! С Новым годом тебя! С Новым годом! Вот такие вот шутки. Как вы считаете, Павел, вообще, взамины такие шутки? В любом Деде Морозе должна быть какая-то фишечка. Шуточка, либо там прикольчик, либо там внезапность какая-то. Это запоминается. Откладывается и все. Если ты просто пришел с Новым годом, ну, как-то, ну, с Новым годом. Такой юмор, в общем, тоже имеет место быть, да? Раз подарком его сразу. Хочешь подарком? На! Да, держи. Очень ответственная, на самом деле, задача, потому что все люди, которые прикасаются к детям, особенно через такие образы, запоминающиеся, несут ответственность. То есть, какой энергии к нему, к этому ребенку, да? Так даже напугали по-особенному. То есть, должно остаться все равно позитивное состояние у ребенка, а не испуг потом на всю оставшуюся жизнь. Либо какие-то другие недопонимания. Конечно, это огромный ответственный. Мне кажется, самый главный страх Дедушки Мороза, как мы выяснили, актера Дедушки Мороза, это сделать все так, чтобы в детском саду или где-то на утреннике тебя не разоблачили. Но мы знаем, что иногда такое бывает. Такие истории мы услышим сразу после рекламы на телеканале Беларусь-2. Далее в программе. Как четырехлетний малыш смог раскусить обман Деда Мороза? Если вы верите в новогоднее чудо, то вам лучше не смотреть это видео. Почему Зюзю лучше не злить? Обсудим вместе с юными экспертами телепроекта. Какой напиток с рождественской ярмарки виновен в румянце и горящих глазах нашего корреспондента Арины Анисовой. Увидим через пару минут. Оставайтесь на Беларусь-2. Работа с филармонией. До рекламы мы обсудили, что самое сложное это не попасться, так сказать, своим детям и не расколоться в том, что ты Дедушка Мороз или ты Снегурочка. Но мы знаем, что такое иногда бывает. Давайте узнаем это из следующего видео. Все снежком припорошить, чтоб могли на санках мы покататься средь зимы. А сегодня? А сегодня Новый год? Уж глядите на мой город. Скоро-скоро он придет, смех улыбки принесет. Громко, снижу. Я не крапок. Павел, у вас случались когда-нибудь такие ситуации, чтобы вас или разоблачили, или, может быть, наоборот, еще приходилось доказывать, что вы не настоящий Дед Мороз? Ну, вот сейчас вспомнил у дочки на утреннике в садике. Значит, дети сидят, рассказывают стихи, и Дед Мороз выслушивает это все. И там подзывает, там, лисенок, ну, подходи, расскажи. И вот дошла очередь до дочки, она была Эльзой. Я говорю, Эльза, иди сюда, расскажи нам стихи. Она такая стоит, ну, папа. И все. И такая, подходит. Я говорю, ну, я молчу уже. Она рассказала стихотворение. Я говорю, ну, спасибо, Дед Мороз, тебе подарок даст все. Садись. И на ушко, не надо мне, я не папа. Дети, я вам хочу сказать, на 100% никто не раскусил, что папа Дед Мороз. Да, папины штаны, папины носки, папин голос. Потому что, ну, сложно изменить. Но уверенности на 100% не было. И всегда говорил, как, я был на работе. Вот только что с работы приехал, а сам весь, там, потный такой костюм снимешь, он теплый, ну, жаркий, и стоишь. А как, я работал там, или с пробежки, я на лыжах катался, я пришел, а тут какие-то олени поскакали, Дед Мороз уехал, это к вам приходил? Да, да, нам подарки принес. До последнего не рассказывай. Никогда не раскалываюсь, никогда не говорю им, что папа Дед Мороз. Нет, это не папа. До последнего надо держать интригу. Юля, а вы говорили, что есть какие-то необычные поздравления у вас в коллективе? Да, у нас в онкологическом центре, так как большинству детей нельзя выходить на улицу и принимать участие в празднике, они находятся в палатах, поэтому их всегда поздравляют альпинисты, высотники, в костюмах Деда Мороза, которые спускаются прямо с крыши, с подарками в окошке, стучат деткам и поздравляют их через окна. А летом на празднике нам также помогали сотрудники МЧС по Минскому району, которые приехали на пожарных машинах с мигалками, с сиренами и забрались по лестнице и поздравляли тоже детей в окошке. Как здорово. Ну, белорусы очень добрая нация на самом деле. Получается, что даже МЧС в свои рабочие будни тоже приехали помочь, просто чтобы поздравить детишек с Новым годом. Друзья, я напомню, что в нашем телеграм-чате мы у вас спросили главный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Знаете ли вы, кто такой Зюзя? Я вижу, что многие из вас ответили верно, но вот как на этот вопрос ответили наши самые юные зрители, узнал Жан Сенкевич. Это лампочка. Это такой молодой дедушка. Дедушка, который приносит тебе подарки. Это какой-то дед. Это белорусский дед Мороз, который приносит подарки. Это такой старичок снежный. Это дед Мороз, который принес мне собачку. Это из Германии такое имя произошло. Потому что он учился, учился и стал Зюзей. Потому что он здесь Зюзит. Зю-зю-зю-зю. У него дома много мух, и они все говорят Зю-зю-зю-зю-зю. Ну, потому что он старенький, и его так зовут. Потому что ему подходит необычное имя. Зюзя означает жук. Потому что он жужжит, как пчелка. Потому что он разносит подарки, там письма пишут под елочку. Потому что он наш главный дед Мороз в Белоруссии, стране. Ест и Зюзит людей. Ходит по лесу и бьет всех палками. Он ждузит деда Мороза. Зюзя разносит белорусским подарки. И которые себя хорошо ведут, а кто плохо, тому дают штраф. Смотрит всех дома и смотрит, как себя ведут дети. Он занимается разным снегом и дорожки расчищает. Он читает письма, которые им приносят дети. Он в это время играет в прятки с детьми. И еще поет песни, когда он приходит. Зюзичка, Зюзичка, Зюзичка. Красная письма. Хе-хе-хе-хе. Зюза без нее обиял, Зюзичка. Дед Мороз возносит подарки, а Зюзя нет. У Зюзи длиннее борода, чем у Деда Мороза. Зюзя прибирает дорожки в лесу, а Дед Мороз раздает всем детям подарки. Зюзя отличается, что он весь Дед Мороз. Красная письма. А у Зюзи синяя Зюзя. Дед Мороз отличается от Зюзи, что Зюзя летает как олень, а Дед Мороз сидит и командует Зюзи. Да, у него есть плащ, а у Зюзи нет плаща. Зюзя очень красивый. Он подобреет Деда Мороза, но Дед Мороз тоже хороший. Это обозначает, как мухи жужжат. Это значит разносить подарки детям и взрослым. Зюзять – это когда свистишь на свистки, и когда пчелка свистит. Это значит быть Зюзей. Это значит петь песни, рассказывать сказки. Зюзять – это означает разлетать и нести подарки тем, кто плохо видит. А кто хорошо видит, тому никакого подарочка. Очевидно, что детки пока что еще не знакомы с мифологией Беларуси. Ну, а что? Не каждый взрослый уже верит даже в Зюзю. Ребята, а как вы думаете, Леник, тебе вопрос. Почему Зюзя босой в своих легендах? Ну, я даже… Может быть, кто-то из взрослых знает. Александра. Наверное, что он сам мороз, и холода-то не боится, сам холодненький. Ну, и он в своей среде находится. И поэтому он ходит в босой снег, ему нипочем. Нипочем. А может быть, когда он ступает своими ногами, замораживает все под ногами? Может быть и так. Хорошо. А как вы думаете, Инна, вот вы верите в Деда Мороза? Да, безусловно. Почему так важно верить в Дедушку Мороза? Потому что… Даже взрослым. Дед Мороз – это вера в чудо. Это в то, что самое заветное желание, самые светлые мечты обязательно исполнятся. Поэтому верьте в Дедушку Мороза, и все обязательно сбудется. На самом деле он есть. На самом деле он… Настоящий Дедушка Мороз. Есть. А чтобы с ним познакомиться, а чтобы с ним познакомиться, приходите на главную елку страны, во Дворец Республики. Представления и показы, новогодние представления Дворца Республики идут вот с 24 декабря и продлятся по 5 января. Поэтому у вас есть еще возможность у каждого посетить это замечательное, чудесное мероприятие и познакомиться с главным Дедом Морозом Белоруссии. Но окунуться в новогоднюю атмосферу можно, да, на праздниках, на мероприятиях столичных, городских. Все это красиво, прекрасно. А к ярмаркам как вы относитесь? Вы верите в то, что они тоже могут создавать новогоднее настроение? Безусловно. Ярмарки являются прекрасным дополнением и неотъемлемым атрибутом любого праздника. Поэтому сейчас уже буквально, по-моему, с выходных, с 17 декабря по всему городу Минску, во всех регионах Республики организованы новогодние ярмарки Кирмаши. В частности, в городе Минске организована масштабная ярмарка на площадке у Дворца Спорта, которая работает буквально круглосуточно, практически очень поздно завершает свою работу, а в канун Нового года в новогодние праздники будет эта площадка работать буквально до 4 часов утра. И на этой площадке будут организованы концертные программы, увеседелительные различные праздники, на катке в том числе будут новогодние представления возле ратуши в верхнем городе. Поэтому приходите обязательно в новогоднюю ночь, посетите, окунитесь в настоящую, истинную новогоднюю атмосферу. Да, буквально совсем скоро мы узнаем еще больше о минских ярмарках. А пока я хочу с Александрой обсудить. Не для детей, а для себя. Как вы объясняете, почему надо верить в Дедушку Мороза? Почему надо верить в это? Я вам говорила, что лучше верить в себя. Лучше верить в себя. Детям, да, важно, и нужно верить в Дедушку Мороза, либо в чудо. Я говорила, что сложности преодолеваются попроще, жизненные трудности. То есть я всегда, я еще психолог, я всегда потом, в дальнейшем, когда я вижу, что он приходит в определенную стадию взросления, и у него возникает вопрос, ну, понимаете, когда ребенок будет уже многое понимать, я ему буду говорить, что это неправда, то есть, во-первых, я, соответственно, его разуверю, что он может мыслить грамотно, это раз. Во-вторых, я его буду вводить в заблуждение рано или поздно, может это как-то откликнуться немножко в другой ситуации, и моя авторитетность будет снизиться для него в какой-то другой ситуации. Ну, а само понятие чудо, и, наверное, все-таки Дед Мороз хорошо потом последствия, когда ребенок взрослеет, чтобы это было всегда атрибутом создания атмосферы, вот этой вот классной праздничной атмосферы, атрибутика, то есть Дед Мороз, Снегурочка, Баба Ига в том числе, какие-то сказочные персонажи, те же самые украшения, елочку, вот это вот все создает определенную атмосферу именно праздника, в который мы уже окунаемся с тем сознанием и верой в себя, что в следующем году у нас обязательно будут ожидать чудеса, потому что мы сами можем создавать это чудеса. Мы есть чудеса, мы очень многое можем. И мы их создаем. Еще больше о новогодней атмосфере и поиске новогоднего настроения узнала наша Арина Анисова. Подходи, честной народ, в гости, ярмарка идет. Новогодние праздники это всегда яркие, веселые развлечения. Одно из них, это, конечно же, ярмарка. Сейчас посмотрим, чем тут удивляют, а главное, угощают. 17 декабря в Минске начали работу рождественские и новогодние ярмарки. В этом году в праздничных шале представлены многочисленные сувениры, подарки и кухни разных стран мира. Мы угощаем национальными дагестанскими лакскими пирогами, которые называются чуду. Это тонкое бездрожжевое тесто и внутри щедрая начинка. Готовятся они на сухой сковороде без добавления масла. Очень вкусно и полезно. Мы угощаем испанской сладостью чурос. Это, получается, пончики на заварном тесте. Само тесто нейтральное, но за счет топпингов и сахарной пудры получается очень вкусное. Для приготовления теста у нас есть такой пресс. Выдавливаем. И во фритюрку. Готовы. А пробовать можно? Ммм, очень вкусно. Очень. А можно добавку сразу? Да. Угощаем южно-корейскими булочками на дрожжевом тесте. Называется пенсе с начинкой внутри. Готовим на пару. Мы сначала замешиваем тесто, делаем манты по-русски, если их назвать. Подмораживаем, чтобы они не развалились. И потом готовим на наших пароварках. Получается очень вкусно и сочно. Помимо угощений, ярмарки готовят и развлекательную программу. Песни, танцы, аттракционы как для взрослых, так и для самых маленьких гостей праздника. Ну, специально для меня готовили, мне кажется, это развлечение. Все, стартуем. Трогай. Ой, ну, хорошо. Свежо, весело. Рассказывайте, как вам новогодняя ярмарка в этом году? Очень здорово. Это классная возможность выползти из дома. Все желающие, все-все-все, кто хочет новогодний хоровод на телеканале «Беларусь-2». Айда в правую сторону. Поехали. Это прямо эфир? Пока еще не прямой, но скоро будет эфир. А если меня вырежут? Мы тебя вырезать не будем, поверь. Здравствуйте. Мы, между прочим, привели к вам очаровательную девочку, девушку, которая хочет рассказать вам новогодний стишок. Конечно. Посмотрите, посмотрите, что за дерево стоит. На нем бусы и хлопушки, огонек вверху горит. Новогодка яркая, бурная, очень интересно. Праздник яркий, просто шикарно. Ну, расскажи, что тебе больше всего понравилось на ярмарке? Нравится елка, концерт начинается, ну, то есть все хорошо, жизнь кипит. Сегодня ярмарка – это способ развлечься и хорошо провести время в праздничные дни. Интересно, а знают ли люди историю этого мероприятия? Как назывались первые ярмарки на Руси? Наверное, торжки. Распродажки, наверное. Может, торжки какие-нибудь? Ну, я думаю, торжки. Уверен? Да. Это правильный ответ. После такого насыщенного вечера я смело могу сказать, что современный шопинг – это, конечно, классно, но посетить новогоднюю ярмарку точно должен каждый. А я побегу пробовать другие праздничные забавы. Я напомню, что сегодня у нас волшебно один из предновогодних эфира программы «Пин-код». Я хочу предложить нашим гостям поздравить с наступающими праздниками телезрителей, а может быть, кого-то из вашей семьи. Инна, вам слово. Дорогие телезрители, дети и взрослые, бабушки и дедушки, мамы и папы, и все-все-все, кто сейчас нас смотрит и видит. От всей души позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать прежде всего крепчайшего здоровья, бодрости, энергичности, неиссякаемого вдохновения, но и, конечно же, семьям теплого семейного уютного очага. Спасибо, Инна. Прекрасное теплое поздравление. Александра, вам слово. Друзья, в это непростое время, когда, к сожалению, в наше время между родителями и детьми все меньше и меньше коммуникации и связи и взаимопонимания, я искренне вам рекомендую и желаю, чтобы вы не убегали из семей в этот чудесный новогодний праздник и окружили вот этим семейным теплом своих детей, дали им больше тепла, любви, атмосферы, праздника, чтобы они действительно продолжали, если они еще маленькие, верить в чудеса. Создайте им сказку, создайте им чудо. Ну и еще раз, верьте, конечно же, в себя, что вы есть чудо и успехов вам в новом году, здоровья, множество возможностей, где вы смогли бы реализовать свой как творческий, так и собственный потенциал. Павел, Леонид, вам слово. Уважаемые мужчины, отцы, уважаемая команда Киндервита, поздравляю вас с наступающим новым годом, всем нам терпения, здоровья, реализации наших проектов, помощи нашим детям. Хочется пожелать новому году, чтобы все у нас получилось. Спасибо большое, что вы есть. Ленечка, тебе слово. Я хочу поздравить всех, 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 вот. Кто нас смотрит, с Новым годом. С Новым годом. От молодежи нашей. Молодец, Леня. Юлечка, 20 секунд буквально у вас на поздравление. Да, я хочу дополнить Павла и хочу, пользуясь случаем, передать привет и пожелать огромного-огромного здоровья всем деткам, которые сейчас находятся в стенах онкоцентра. Мы верим в чудо, мы рядом и киндервитов всегда рядом. Поэтому здоровья и скорейшего выздоровления. Друзья, ну и я присоединяюсь ко всем новогодним настроениям наших гостей, наших гостей и говорим вам пока-пока. Пока. 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 Пока.